здравствуйте друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост и я его ведущий олег сегодня наша передача будет посвящена такой очень важной теме как дисплазия тазобедренного сустава то есть владельцы многих собак породистых особенно сталкиваются крупных собак сталкиваются с такой проблемой как дисплазия тазобедренных суставов что это такое попытаюсь вам объяснить многие мне говорят что я очень много говорю прежде чем что-то показывать объясняю вам рассказываю я вам долго может быть муторно но только для того чтобы у вас сложилась целиком и полностью вся картинка перед глазами то есть есть проблема вы должны вникнуть суть этой проблемы и только после этого я рассказываю методы решения этой проблемы именно поэтому может быть я отниму вас немножко больше там 5-10 минут времени но вы поймете для чего вам предлагается те или иные упражнения те или иные инструменты те или иные виды амуниции и так далее то есть я вам уже говорил что понятие тренировки воспитания животного зоопсихологии гуманный метод предполагает терпение наберитесь немножко терпения послушайте я вам расскажу значит суть проблемы что это такое и так далее значит дисплазия тазобедренного сустава тем более что это актуально кому это не актуально можете не смотреть значит дисплазия тазобедренного сустава это заболевание суставов у собак подвержены им крупные породы собак именно почему крупные породы собак потому что вес большой сустав развивается собака растет стремительно и значит не всегда получается что сустав вырастает в нормальном как и полагается состоянии каким он должен находиться из-за чего это возникает это уже отдельный момент то есть мы вот столкнулись с вами сегодня с по такой проблемой как у вашей собачки есть дисплазия тазобедренного сустава подчеркнуть хочу то что это я сейчас буду показывать вам упражнения для решения этой проблемы эти упражнения нужно делать именно со взрослой собачкой можно конечно и с маленьким щенком это делать но уже естественно что для маленького щенка количество этих упражнений должно быть умеренным то есть в разы меньше нежели там со взрослой собакой значит сейчас перед вами будет картинка посмотрите ее внимательно там будет сустав нарисован из-за чего все это происходит значит ну врачи то есть медикаментозный способ лечения этой проблемы мы снимем отдельную передачу и расскажет вам непосредственно врач-ветеринар и медикаментозные способы лечения этой проблемы я сегодня хочу заострить ваше внимание на именно физической подготовке собаки ведь когда мышцы тазобедренного сустава слабенькие у собачки они то есть болезнь прогрессирует и выражается еще более чем например не утренированные собачки значит смотрите когда идет рост сустава вот это вот подвздошная сумочка которую вы видели на рисунке я сейчас на руках попытаюсь изобразить то есть вот она сама подвздошная которая находится в тазобедренной кости и головка бедренной кости вот они входят до нормальном состоянии они сидят жестко хорошо то есть нету там никаких зазоров когда значит уже вам диагностировали именно дисплазию там примерно вот такая картинка происходит воздушная сумка тазобедренной кости она немножко побольше головка у бедренной кости она как бы меньше по размеру и поэтому сустав там гуляет признаки какие признаки значит а дисплазии тазобедренного сустава это вялость щенка вашего малоподвижность и такой основной самый значит как бы можно даже увидеть это это на ярко выраженных значит формах у собачки это когда собачка идет и у нее попа вот это вот видно как 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 гуляет то есть вот 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 это вот место подвздошная так тазовой кости и головка бедренной кости она гуляет и у собачки прям ну заметно как 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 попа гуляет собачка сильно утомляется при прогулках собачка начинает хромать то есть и может это привести до того что в принципе собачка может собственно говоря вообще быть неходячей лежать вот как было например с моим акбаром ну про медикаментозный способ я вам скажу что существуют такие препараты как хондропротекторы то есть вам надо будет снять воспалительный процесс специальными препаратами и хондропротекторами уже потом поддерживать сустав именно тазобедренный в нормальном положении это надо будет делать хондропротекторами на протяжении всей жизни то есть чисто даже в профилактических целях из-за чего все это происходит во первых первая причина то есть как бы ветеринары ставят полиэтиологичное происхождение вот этой проблемы дисплазии тазобедренного сустава поле это много этиологии это как бы ну на русский язык проще говоря перевести как причина то есть причин достаточно много первая причина это генетическая предрасположенность то есть положим если мама или папа болели уже это этим заболеванием то как бы щенков от них уже отбраковывают то есть они уже не являются хорошими производителями значит вторая причина это значит недостаточное развитие собаки недостаточное развитие в плане того что мало гуляли с собачкой плохо она кормилась собачка то есть когда идет усиленный рост да вот особенно крупной собаки он происходит достаточно быстро то есть представляете за несколько месяцев из такой крошечного щеночка вырастает достаточно большая собака и она не получает необходимые витамины не получает необходимые скажем так минеральные вещества то есть вот идет усиленный рост нужен кальций да а кальций он сам по себе не впитывается в передаче о кормах я там рассказывал вам о различных видах добавок которые помогают развитию собачьих то есть смотрите вот витамин d способствует пиццевую впитыванию кальций то есть вы сколько не давайте например глюканат кальция там препараты кальция без витамина d он не усваивается в организме собаки поэтому нужно давать это все и дело в в сочетании то есть рыбий жир глюканат кальция или например есть достаточно такой широко распространенный достаточно дешевые как фито кальциевит там все витамины находятся все группы витаминов находятся кальций находится плюс дополнительные минеральные вещества то есть в процессе роста собачки вот когда она вот щенком является выбирайте правильные корма если вы находитесь на натуральном кормлении тогда вам стоит подумать о том какие препараты как витаминные добавки минеральные вещества стоит добавлять в ваши натуральные корма при натуральном кормлении это просто необходимо ну то есть рыбий жир содержит витамин d фито кальциевит о котором я вам сейчас только рассказывал дальше значит третий фактор как ни странно вот я вам сейчас только сказал о том что когда собакой мало гуляет она может заболеть то есть недостаточное развитие и как ни странно когда собаку перенапрягает то есть обратите внимание на то что когда собачка растет особенно повторюсь особенно крупные породы собак не стоит перенапрягать именно вот в процессе роста то есть не надо будет сильно долго выгуливать не надо чтобы собачка бегала за велосипедами не надо чтобы она с вами бегала там по беговой дорожке какую-то то есть прогулки должны быть тем более если у вас есть предрасположенность к этому как вы можете еще раз повторюсь обратить то что у вас собачка уже начинает заболевать где-то месяцам к четырем когда идет усиленный рост щенков крупных пород немецкие овчарки алабаи там сербернары водолазы то есть лабрадоры и так далее боксеры все они имеют предрасположенность обратите внимание что собачка у вас долго лежит она сильно утомляется сильно устает начинает прихрамывать на задние лапки все это есть показатели то есть когда вот начались болтаться суставы то и сам уже тазобедренный сустав начал болтаться все вам уже необходимо просто медикаментозное вмешательство вполне возможно даже не медикаментозное вмешательство а хирургическое уже вмешательство но повторюсь мы снимем об этом отдельную передачу непосредственно с доктором в ветеринарной клинике и так вы имеете собачку с дисплазией тазобедренного сустава вы вылечили этот процесс теперь нужно значит как бы заняться укреплением мускулатуры тазобедренного сустава каким образом это можно сделать достаточно просто вам необходимо прийти такое место где-то в лесу либо в городе например где особо много нету людей где находится горка вот мы сейчас с вами находимся на склоне я сейчас камеру поверну вы увидите вот мы сейчас с вами находимся на склоне собачка просто должна бегать с горки в горку с горки в горку каким образом вы этого добьетесь ну это уже зависит от вашей фантазии и от предрасположенности к играм к мотивациям вашей собачки вы можете совместить как укрепление мускулатуры собачки так и дрессировку тренировку одновременно ну то есть например взять палочку бросить эту палочку собачка вам будет носить и и да вот вот таким образом она будет бегать в горку то есть она усиленно будет бежать за можете сами вместе самостоятельно бегать и тем самым укрепить еще свое здоровье дополнительно но опять же хочу вот вот немножко сделать такую предостережение вам сразу непосредственно прибегать к тяжелой физической нагрузки собачки не стоит поэтому нужно ее немножко подготовить то есть перед выгулом собачки тут и перед тяжелыми физическими упражнениями ну просто как вот рекомендуют рекомендовали нам на физкультуре где-то значит как спортсмены это делают сначала разомните собачку то есть пешим шагом немножко погуляйте походите и только потом приступайте уже к тяжелой физической нагрузке то есть собачка должна быть подготовленная причем это все делается постепенно если вы только начинаете этим заниматься если вы только начинаете то есть не стоит там сильную нагрузку собаки давать как это можно сделать ну вот я просто продемонстрирую вот у меня собачка проблемная которая раз в полгода мы даем препараты такие как страйк там артергликан зависимости от того что порекомендует вам доктор то есть от вашей опять же материальной базы это зависит то есть страйт например это препарат достаточно дорогой артергликан он подешевле но уверяю вас он ничем не хуже я поставил собаку свою на ноги именно артергликаном ну соответственно нужно давать дополнительно препараты такие как противовоспалительные то есть не только хондопротектор а это комплексное лечение то есть там и кормление зависит и так далее ну ладно хватит разговоров давайте приступим к практике и так у нас есть собачка которая замотивирована на обучение у нас есть проблемная зона укрепление тазобедренных суставов и мы начинаем развивать агбар вот собачка побежала в гору причем когда она бежит за палкой понимаете она выплескивает всю энергию мы сначала подготовились мы поднялись сюда в горку это окончание горки вот он мне принес то есть я сейчас мог бы его оставить посидеть полежать вот иди сюда совместить например тренировку с укреплением и мотивирую его он бежит у меня сейчас за палочкой он лечится и одновременно тренируется то есть совмещаем приятное от полезное давай садись еще раз ну опять же хочу повторить если вы только начинаете не стоит сильно загружать собаку если у вас собачка не мотивируется скажем на вот такие вот вещи вы можете сделать немножко другие упражнения упражнения то есть она должна прыгать или бежать вверх каким образом это можно сделать ну давайте вот я сейчас еще один коблиц упражнения опять же мы будем сочетать тренировку вместе с развитием не только тазобедренного но не всей группы мышц собачки давайте сделаем выдержку как в предыдущей передаче мы учились делать выдержку собачка у нас сидела да а сейчас мы будем учить ее чтобы она прыгала за предметом и так собачка у нас сидит я ему даю команду то есть вытянутая рука у меня ему подпрыгивает за предметом вот вот такие упражнения вы можете сделать вы можете подвесить мячик какую-то любимую игрушку для собачки и она будет прыгать у вас и у нее задние лапки будут развиваться то есть все зависит только от вашей фантазии давайте еще раз повторим а значит наряду с медикаментозным лечением нужно поддерживать мускулатуру которая поддерживает весь тазобедренный сустав методы развития я вам сейчас показал как этот натренировать как развивать и так далее немаловажный момент значит всегда начинаем тренировку разминку с тренировку с разминки третье значит не начинайте никогда собаку сильно напрягать если вы раньше этого не делали то есть постепенно выводите как вот сами вот вы даете себе нагрузку с увеличением когда вы сами занимаетесь физкультурой также ну точно нужно делать из собачки то есть ее нужно подготовить к этому тем более что у нее уже проблемная зона дисплазия тазобедренного сустава она как бы есть и она будет жить собачка на протяжении практически всей своей жизни но мы можем укрепить и поддержать собаку заслужите доверие заслужите уважение и вот сейчас добавлю еще один немаловажный тезис следите за здоровьем своей собаки и тогда все у вас получите у вас будет отличный друг с вами был канал я и мне хвост я его ведущий госток пар доверие и уважение спасибо